Это актуальное интервью в студии Надежды Саханская. Здравствуйте. В прошлом году в промышленности Якутии было создано дополнительно более 2000 новых рабочих мест. За время реализации проекта «Местные кадры в промышленность» с 2017 года более 48 тысяч якутиан устроились на работу в крупные предприятия республики. Также в отрасли растут заявки на целевое обучение с дальнейшим гарантированным трудоустройством. Хватает ли специалистов и какие в дефиците, расскажет гость студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии республики. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как сегодня идет набор местных работников и сколько специалистов уже удалось трудоустроить? Ну, в принципе, цифры ключевые озвучили. Я, если вы не против, дополню то, что будет важно наверняка слышать нашим жителям. Вот у нас произошел серьезный рост даже от показателей прошлого года. И по трудоустройству в предприятии промышленности госком занятости здесь активно проводят политику вместе с предприятием. Мы полностью здесь поддерживаем. В наших соглашениях, конечно же, учитываем. А Сен Сергеевич постоянно обозначает этот момент. К прошлому году у нас набор вырос, просто представьте себе, трудоустройство на 40, даже на 40 с лишним процентов. Это очень серьезные цифры. Мы можем взять уже планку не только в 10 тысяч, но, наверное, приблизимся вплотную к 15 тысячам по итогам года. Но очень важно, люди же спрашивают, живут на селе, а можно ли устроиться в промышленности. У нас уже, я думаю, близко к 2000 человек это трудоустройство, только в этом году именно из сельской местности человек. Такая хорошая цифра, более 20 процентов, соответственно, 25 даже. У нас половина этой цифры, которая устроена, трудоустроена. Это молодежь. Тоже важно. То есть есть различные форматы, можно работать по вахте, например. То есть здесь тоже порядка 20 процентов. Поэтому показатель продолжает расти. Наше производство работает стабильно с ростом. Я бы даже так сказал, поэтому эти цифры будут только увеличиваться. Но это ведь хорошо. Скажите, а по каким отраслям чаще всего приглашают на работу специалистов? Если именно по отраслям, будет интерес и по предприятиям. То есть, на самом деле, во все отрасли идет трудоустройство. Сегодня основной спрос со стороны горнодобывающей отрасли. Это у нас алмазы, это у нас золото, это у нас уголь, соответственно. Но хорошие спросы в нефтегазовой отрасли, потому что наши проекты развиваются. Я отмечу, что благодаря программе президента, инициативе по социальной газификации у нас строится очень много газопроводов. Но это отдельная тематика. И здесь, например, наш единый оператор газификации по Якутии Сахатроснефтегаз также ведет очень серьезный набор местных кадров. А если вот говорить про уголь и золото, как-то звучало обещание, что будут созданы кластеры для помощи трудоустройству студентов. Как проходит сейчас работа в этом? То есть здесь не обещание. Если бы мы с вами собирались на обещание, то это, наверное, другой формат был бы. То есть это были планы, но эти планы уже на самом деле реализованы. Но это не является конечным результатом создания кластера. Конечный результат — это трудоустройство наших специалистов, их рост, соответственно. Это результаты в итоге промышленности и экономики. Кластеры созданы, они работают. Один из них, например, обозначил золотодобывающий кластер у нас. Здесь и предприятия Алданский, Нерюнгринский, наши восточные Якутии, золото Селегдара, полюс Алдан, Южно-Верхоянская горнодобывающая компания. Это компания «Прогресс», это наши колледжи по подготовке, то есть и Алданский, и Нерюнгринский, и Сунтарский. Например, угледобывающий кластер у нас недавно еще был, развивался, но с учетом этого развития мы уже немножко трансформировали в горнодобывающий. Почему? Потому что мы прирастаем в нем и другими отраслями. То есть, если мы начинали Якутуголь-Колмар, сегодня там Эльгауголь, сегодня там якутская горнодобывающая компания. А я напомню эту историю, эту веху. С апреля у нас в Якутии началась добыча железной руды. Тоже здесь институты наши и колледжи, соответственно. У нас есть нефтегазовый кластер. И ключевое здесь – это подготовка кадров. Что здесь? Южно-Якутский технологический колледж Нерюнгринский. Обращу внимание абитуриентам, родителям, что он стал победителем всероссийского конкурса программы «Профессионалитет». С этого года по девяти профессиям идет подготовка. По самым востребованным профессиям начинается вот такая… Она и так была современная, но здесь еще на новый уровень. Мы переходим к соответствующим требованиям и к подготовке, и к специалистам. То есть эти люди наши точно еще до момента окончания будут трудоустроены в компании. То есть получается, что отсутствует такой риск, что, возможно, по окончанию учебного заведения студенты останутся без работы или работодатели просто закроют свои компании? Интересный вопрос про риск. Можно я от обратного тогда начну? Риск. Риск есть для западных партнеров в том, что наша промышленность развивается и будет развиваться. Поэтому здесь мы не о закрытии, а говорим о развитии. Вот этот спрос на кадры – это как раз развитие и производство, то есть перспектива. У нас только в ближайшие несколько лет, ну, пятилетку, если возьмем, более 10 тысяч кадров только в промышленности потребность. Она будет еще возрастать. Это вот говоря о предприятиях. Если говорить о людях, каждый человек должен понимать, что даже не на 80, на 90, на 100% зависит от него и его будущее. Школа, учишься сегодня, переходишь в 9 класс, 10, 11, надо уже сегодня понимать о своем будущем. И дело не только в сдаче ЕГЭ, промежуточных экзаменов, а дело в том, в какое учебное заведение ты попадешь. Дальше, во время учебы в школе есть возможность ходить на практику, есть, в том числе на школьной площадке, можно где-то на ознакомительную на производствах оказаться. И такая работа проводится. Вот у нас недавний полюс Алдан, Коумар приглашал к себе, да много каких предприятий. Следующий аспект – ты заканчиваешь, переходишь в университет, колледж, какой ты выбрал? Там, где готовят на востребованные специальности, либо то, что, я не знаю, прочитал в газете, которая публикует что-то, хайп какой-то. То есть надо идти туда, где есть востребованность и понимание на перспективу. Поэтому участие, проходишь практику, проходишь. Каждый год ты проходишь. Вот мы недавно встречались со студентами, со мной ездил, например, управляющий директор Эльга Уголь Инна Васильевна. Мы сразу говорим, ребята, первый курс, вы уже после первого курса, даже если против, ваши преподаватели вам что-то рассказывают, вы все равно идите на производство. А знакомительная практика – это будет основа. У вас будет несколько периодов, когда вы эту практику получите. Вот такие люди после обучения, которые пройдут практику, нормально учатся, на нормальных производствах, соответственно, они будут все трудоустроены. Ну, от каждого по способностям, каждому по труду. Есть такие, которые еще не нажили какой-то трудовой опыт, но хотят уже всего и сразу. Какую зарплату готовы предложить сейчас рядовому специалисту промышленной компании, если специалист без опыта работы? Отличный вопрос. Часто встречаются специалисты, начиная будущие наши, говорят о своих зарплатах, ожиданиях. Но нужно понимать, что эта точка, которую мы сейчас обозначим, она именно отправная. А рост уже дальше, может быть, баснословным, как говорится. Можно пойти, например, кто-то водителем автомобиля в полюс Алдан. То есть КамАЗ, ПАРМ, то есть это порядка 100 тысяч рублей достойная зарплата. Можно пойти водителем, ну или, например, машинистом газотурбинных установок, 76 тысяч, это поначалу. Можно пойти специалистом к ИПА, то есть здесь от 70-80 тысяч рублей. То есть вы слышите цифры, и нигде здесь даже ниже 50-ти нет. Но еще раз, эта точка определяется качеством, в том числе, обучения твоего. Ну а что вообще происходит с зарплатными сейчас предложениями? Они растут или, наоборот, снижаются? Я приведу такую историю. Пять лет назад, когда ИСН Сергеевич, наш глава, проводил совещание, угольная отрасль, средняя зарплата была 74 тысячи рублей. К примеру, в прошлом году, например, у нас индексация угольщиков в 15% составила. Вот не так давно, даже на 25, например, в компании Комар подняли. Хорошие такие цифры, да, значимые. К чему это в итоге на сегодня приводит? Что, например, в нефтегазовой отрасли у нас средняя зарплата, раньше я ее называл в топ самом, да, то есть теперь в топ-3 она входит, 132 тысячи рублей. Вторая позиция у нас с нами идет сегодня угледобывающая. Вот я обозначил рост в этом году, обозначил в предыдущем, помните, 74 тысячи, 154 тысячи рублей, в два раза выросло. И на первом месте у нас горная добыча, и здесь золото добывающее, в том числе и промышленность алмаза добывающая, 160 тысяч рублей. То есть рост, вы видите, например, угольный даже в два раза составил, в других тоже он превысил, от 100 тысяч отошел. Эта тенденция будет продолжаться, специалисты промышленности нужны. Ну вот оставляя тему кадров и заработной платы позади, не могу не отметить заявление министерства о том, что вы готовы компенсировать всем якутианам затраты на 90%, если они перейдут на газ. Тема стала очень актуальной, учитывая, что многие топливные компании в Якутске повысили цены на АЗС. Вот какое развитие дальше ждет в этом вопросе? Ну это историю, которую с самого начала поддержал глава республики, мы тогда с Александром Сергеевичем обсуждали, он говорит, мы должны перенять лучшие практики, соответственно, зачем, ну то есть и люди должны понять эффект для себя. И когда человек платит только 10% за перевод техники 15, 20, 25 тысяч рублей, то есть только 10% в зависимости от марки автомобиля, я вам сейчас цену называю, если это УАЗик будет, если другой, ну Газели, например, то есть либо если легковая машина, там 15 тысяч где-то составит, 20 порядка. Здесь понятен эффект. 62 рубля у нас стоит 95-й бензин по заправкам, сейчас смотрел, вчера с районом сверялись, я выезжал тоже в Покровске, 63 рубля, дизельное топливо 73-75 рублей и больше, соответственно, газовое 21 рубль, ну я так средний, как и назову, 20,5-21,50. В три раза, в три раза экономит. На примере автобусов, 100 автобусов, которые купили к столетию республики, за прошлый год сэкономили 138 миллионов рублей каждый. То есть, соответственно, сегодня, ну вот честно, мы с районами отрабатываем, у нас очень большой спрос на перевод техники, вот даже в эти оставшиеся месяцы года. И эта тенденция будет продолжена. Ну вот есть такой вопрос, а как быть условно северным районом, в которых газовое топливо не настолько востребовано, насколько дизельное? Ну, история должна и развивается всегда поэтапно. Мы сейчас отрабатываем там, где идет основной поток транспорта, мы отрабатываем основные транспортные узлы, соответственно, где население, значит, то есть надо двигаться поэтапно. Карта, в принципе, развития газозаправочной инфраструктуры размещена на сайте Министерства промышленности и геологии, но мы всегда открыты к обсуждению. А вот в целом для популяризации того, чтобы водители переходили действительно на газовое топливо, в ближайшее время планируется, как проводились ранее мероприятия, например, по автопробегу. Ну, мы хотим немножко трансформировать это мероприятие и, думаю, что-то интересное обязательно проведем. И очень важно, вот мы сегодня с вами о кадрах говорим, да, это же уровень подготовки. Развитие газозаправочной инфраструктуры, опять-таки, это востребованность наших местных кадров. Кто будет работать в газовой промышленности, кто будет в газозаправочной инфраструктуре, в газотранспортной системе работать. Это, опять-таки, наши специалисты с хорошими заработными платами. Очень важно, что эта история влияет в том числе на экологию. То есть поэтому будем и дальше развивать, и будут нужны и местные кадры. Ну что ж, на этом завершим нашу с вами беседу. Благодарю вас, Максим Викторович, что нашли для нас время. Спасибо вам, всегда открыто. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире. До встречи в эфире.